Всем привет на канале Тимура 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку Гарри Поттера «Философский камень». В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали полностью главу, которая называется «Серково Эйнолеш». Сегодня насчет глава, которая называется «Николас Фламель». Ну что, поехали? Дамблдер убедил Гарри не искать больше «Серково Эйнолеш», и на следующий день после разговора с профессором Гарри убрал мантью-невидимку в чемодан. Он хотел бы иметь возможность с такой же легкостью убрать из памяти то, что он видел в зеркале, но это ему не удавалось. Ему начали сниться кошмары. Каждую ночь ему снилось, как его родители исчезают во вспышке зеленого света под пронзительный холодный смех. Вот видишь, там утром был прав, когда сказал, что это зеркало, что свести тебе с ума с Эверон, когда Гарри рассказывал ему о своих снах. Ребену, которая вернулась с каникул за день до начала семестра, и которой Гарри и Рон рассказали абсолютно все, ведь они были друзьями, смотрела на вещи по-другому. Она разрывалась между ужасом, в который приводила одна только мысль о том, что Гарри три ночи подряд бродил по школе, подумать только, что было бы, если бы тебя поймал Филыч, постоянно восклицала она и разочарованием по поводу того, что Гарри не удалось узнать, кто такой Николас Фламель. Они уже почти утратили надежду отыскать имя Фламеля в одной из библиотеческих книг. Хотя Гарри по-прежнему не сомневался в том, что уже встречал это имя, когда начался семестр, они стали снова забегать в библиотеку в перерывах между уроками и в течение 10 минут лихорадочно листали первые попавшиеся подруг к ней. Конечно, можно было бы ходить в библиотеку после снятия, но Гермёна все свободное время посвящала домашним заданиям и внегласному чтению, а у Гарри свободного времени вообще почти не было, потому что возобновились тренировки по квиджу. Вуд заставлял своих подопечных тренироваться на пределе возможностей. Он увеличил продолжительность тренировок и их частоту, и даже бесконечные дожди, пришедшие на смену снегу, не могли остудить его пыл. Близнецы увезли, жаловались, что Вуд стал настоящим фанатиком, но Гарри был на стороне своего питана. Он знал, что если они выиграют следующий матч против сбойной Пуффинда, то по очкам обойдут с Лизерин. Это впервые за 7 последних лет. Впрочем, Гарри поддерживал Вуда не только потому, что хотел выиграть. Он обнарушил, что после тяжелых изматывающих тренировок ему почти не снятся кошмары. Во время очередной тренировки в тот день шел сильный дождь, и стадион превратился в грязную лужу. Вуд привез к команде плохие новости. Возможно, он и держал бы их при себе, боясь уронить боевой дух своих игроков, но вышло так, что он жутко рассослился на блестцовом весле, которые, поднявшись в воздух, бомбардировали друг друга мячами и делали вид, что вот-вот упадут со своих метил. Да хватит вам дурачиться, внезапно загорал вулк. Вот из-за такой ерунды мы вполне можем проиграть матч. Чтобы вы знали, судить игру будет Снех, а лучше он использует любой повод для того, чтобы записать на насчет штрафные очки. Услышав это, Джович Вислин на самом деле свалился с метлой. Судить будет Снех невероятно, бромотал он, поднимаясь с земли, выплевывая забившуюся в рот грязь. Что-то не припомню, чтобы он когда-нибудь судил игры. Да, от него справедливого судейства ждать не придется. Он ведь понимает, что в случае победы мы обойдем его любимчиков. Остальные игроки приземлились рядом с Чорчем и тоже начали восмущаться. А что я могу поделать, развел руками. Теперь мы просто обязаны играть так, чтобы у Снеха не было ни малейшего повода к нам прицепиться. Гарри молча кивал головой. Чуть и остальные были правы, но вдобавок ко всему, Гарри были свои причины, по которым он не хотел, чтобы Снех оказался поблизости, когда он будет играть в квидж. После тренировки игроки, как обычно, задержались в ростебалке, чтобы поблатать. Но Гарри направился прямиком в общую гостиную Гриффиндера. Где застал Рона и Хермену за партией в шахматы. Хермену всегда все знал лучше, чем другие, но вот в шахматы она иногда проигрывала. И Гарри с Ронтом сошлись в умнении, что это для нее очень полезно. Пожалуй, подожди, не отвлекай меня, попросил Ронт, заметив севшего рядом с ним Гарри. Мне надо сконцентрироваться, потому что Ронт поднял глаза на Гарри. Что с тобой, с интересом спросил он, вижу тебя. Просто жуткий. Но тихим, тихим, спокойным голосом, чтобы никто не услышал, Гарри рассказал ему внезапно, мы с ловещим желанием Снех осудить матч по Квинчу. Тебе нельзя играть сходу, заявила Гермона. Скажи, что ты заболел, предложил Ронт. Сделай вид, что сломай руку, точнее, Гермона. Или сломай ее на самом деле, добавив урон. Я не могу, признал Сагарри. У нас нет запасного ловца. Если я не выйду на поль, то и вся команда не выйдет. Ну вот и все. Мы прочитали первую часть главы, которая называется Николас Фламель. В следующей серии нашли вторая часть этой главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Всем пока.